Перераспределение бюджетных средств на благо тех, кому это действительно необходимо. Адресность и нуждаемость – основные принципы новой социальной политики Самарской области. Кто и на какие доплаты и льготы сможет рассчитывать уже в ближайшее время, выяснил Кирилл Козин. Мария Сизякина – многодетная мать. Вместе с мужем она воспитывает троих детей, все приемные. Лизе 11, Ритя 10, Кириллу 6. Девочки учатся в школе, а младший брат пока к ней только готовится. Все они – постоянные участники и призеры местных и областных конкурсов по рукоделию. Этого павлина мы сделали с мамой. Мы сделали его в третий класс. Мария признается, справляться с такими разными и активными детьми непросто, помогает опыт. И она сама, и муж росли в многодетных семьях, знали, к чему готовиться. В доме поэтому всегда порядок, и все конфликты удается решать быстро. Главная проблема в семье сейчас – финансовые, творческих идей много, а реализовывать их порой не на что. Тем более, что скоро в школу пойдет младший сын. Раньше получали только пособия на приемных детей. Новые меры соцподдержки как раз кстати. Это очень приятное новшество, учитывая то, что мы особенная категория семей. Мы приемная семья, а соответственно другими льготами до этого года мы не могли пользоваться. У нас их вообще не было. То есть выделяют определенные пособия на жизнь ребенка, и все. Благодаря изменениям произошла индексация пособия на содержание ребенка в приемной семье. Последний раз она проводилась в 2014-м. Также проиндексировали и вознаграждение приемному родителю. К тому же теперь приемные родители, которые воспитывают троих и больше детей, приравнены к многодетным и смогут рассчитывать на те же льготы. По многодетным семьям, например, увеличен процент выплаты компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Удалось принять решение, которое много лет не получалось принять из-за недостатка средств, когда приравняли приемные семьи, воспитывающие трех и более детей родных и приемных, по статусу к многодетным. Размер компенсации на оплату услуг ЖКХ для семьи Марии Сизякиной теперь составит не 30, как это было раньше, а 50%. Предусмотрены и компенсации расходов на проезд для школьников, право на бесплатные лекарства. На все эти меры поддержки с 1 марта могут рассчитывать многодетные и приемные семьи. Таких в регионе 13 тысяч. Кирилл Козин, Александр Дудко, Новости губернии.